Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студии ведущий Пётр Горохов. И сегодня гость нашей программы, человек, которого все вы хорошо знаете, один из самых желанных гостей в этой студии, благочинный церквей Одинцовского округа, Архимандрит Нестор. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Ну, я думаю, что вы, конечно же, догадались, что сейчас главная тема нашего разговора – это грядущий Великий пост. Именно он станет стержневой темой нашей сегодняшней беседы с благочинным. Ну и хотелось бы, наверное, начать с вопроса о Великом посте. Но, да, для начала хотелось бы напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. И сейчас вы можете позвонить по телефону 508-86-84 и задать благочинному прямо в прямом эфире вопросы, которые вас интересуют. Воспользуйтесь такой возможностью, она нечасто нам предоставляется. Ну и я продолжаю. Итак, все-таки, Великий пост в двух словах о том, насколько он важен и вообще для чего обычному человеку этот пост соблюдать, что это ему дает. Великий пост – это период, который предшествует главному христианскому празднику – Пасху. Великий пост – это время, когда человек готовит себя к этому празднику. Праздник Пасхи предполагает соучастие в радости воскресения Христового. Соучастие в том, что дает смысл жизни, единственный смысл жизни человеку. А смысл жизни есть только тогда, когда нет смерти. Вот, воскресение Христово. Не хочется уходить в сторону от Великого поста, но... У известного советского поэта, автора, я думаю, для многих столь известной поэмы, Василий Теркин, который был коммунистом, был в свое время атеистом. Под конец жизни вырвалось, между прочим, вот такие стихи. А что мне в памяти потомков, когда меня не будет на земле? Смысл жизни – тогда, когда человек рождается для того, чтобы жить. Не как техническое средство для приготовления лучшей жизни для других. Хотя и в этом тоже смысл тогда, когда человек живет вечно. И вот, вхождение в радость вечной жизни – это великое счастье. И человек себя должен подготовить. Он должен себя очистить. От всего того, что его отделяет от Бога. А от Бога человек отделяет грех. Зло, которое он сотворил. Зло находится вокруг него. И он живет этим злом до тех пор, пока он не покается и не исправится. И вот Великий пост – это время очищения. Время покаяния. Время примирения. И поэтому это особый период. Удивительно радостный. Начинается он с прощенного воскресения. Когда люди просят друг у друга, у ближних своих прощения. И здесь очень важно понять такую вещь, что по-настоящему попросить прощения очень трудно. Очень трудно наступить на свое собственное «я». Можно внешне сказать «простите меня, братья и сестры». Вот, греша. Ничего это не даст. Во-первых, надо просить прощения. В том конкретно. Вот ты обидел человека. И вот надо подойти и попросить. Знаешь, ну вот. Ну, бывает. Ну, прости меня. Вот когда человек себя сможет перебороть, побороть свою гордыню и подойти. И когда вот неформально, потому что другой человек всегда чувствует формальность. Если вы просто это внешне делаете, а вот тогда, когда он чувствует ваше из сердца исходящее просьбу, тогда наступает такой мир, такая радость. И вот недаром называют первый день Великого Поста «Чистый понедельник». Когда через испрошение, прощение у другого, человек очищается. И чистым входит Великий Пост. Хотелось бы вот задать вопрос от поступившей через наши странички в соцсетях. Все, конечно, не получится. Но вот Надежда задала такой вопрос. Почему? Я знаю, кстати, что этот вопрос достаточно часто у людей возникает. Но официального ответа я на него не слышал. Так, мне подскажут, что есть звонок. Давайте мы на него вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте Ваш вопрос. Вы в эфире. Добрый вечер. Вопрос к батюшке. Первый вопрос на то, почему он ушел от вопроса, первый, когда женщина задавала. И второй у меня вопрос. Я просто занимаюсь психологией, я смотрю на его лицо и вижу, когда он выдумывает. Поэтому у меня такой вопрос. Батюшка, скажите, пожалуйста, Каждый ли взгляд имеет место быть? Вот простой такой вопрос. Может быть, для Вас сложным пониманием. Но хочется, как бы, Вашей точки зрения, как Вы считаете, каждый взгляд имеет место быть или нет? Взгляд физический или взгляд на какую-то вещь, на какое-то событие? Я Вам объясню. Просто ситуация такая, да? Я как психологию изучаю и считаю, что каждый, на мой взгляд, опять же подчеркиваю, ни в коем случае я не хочу внушать или подавлять какую-то личность, потому что я смотрю со стороны, с точки зрения личности, как к личности. Вот. С этой точки зрения я думаю так, что каждый взгляд имеет место быть. Соответственно, если для одного человека это хорошо, для другого это человека плохо. Вот. Если посмотреть подчеркивание, получается наоборот. Давайте попробуем ответить на вопрос телезрителя. И телезритель уже сам решит, правильно ли Вы, верно ли Вы его поняли. Дело в том, что каждый взгляд имеет место быть. Я считаю, во-первых, это очень широко поставлен вопрос, без конкретизации. И есть, как я понял, что вопрос телезрителя, для одних он хороший, для других он может быть плохой. Совершенно неверный критерий. Я вот так понял, что под словом взгляд имелась в виду точка зрения. Каждая ли точка зрения имеет место быть? Ну, не буду Вас перебивать. Вы знаете что? Если это, то это лучше. Потому что, как я понял, с раскрытием этого вопроса в конце, вот один хороший, другой плохой, что все, извините, каждый может поступать, как хочет. В Евангелии есть очень простой критерий. Если как хочешь, чтобы относились к тебе, так относись и ты. Любой взгляд может иметь место. Не совсем согласен. В таком случае все что угодно Бог будет иметь право иметь место. В таком случае человек может сказать, да, я фашист. И я имею право иметь эту точку зрения. И я имею право ее пропагандировать. То есть можно оправдать все что угодно? Должны быть какие-то критерии. Без внесения каких-то критерий просто так вот сказать это совершенно, что любой взгляд может иметь место. Говорить невозможно. Ну, я думаю, да. Никакой фашист не хотел, чтобы его поместили в газовую камеру. Или, скажем, угнали. Вот. А по второму, что я не ответил на вопрос. Что делать? Был вопрос, если вот со священником недовольство его действия вызывает или недоразумение. Обращаться к благочинному. Разве это не ответ на вопрос? Для того, чтобы я дальше уже мог разобраться. Ну, я надеюсь, наш телезритель получил ответы на тот вопрос, который он задал. Ну, и давайте все-таки вернемся к вопросу из соцсетей. Почему в церквях, в церквях округа цены на утварь и обряды варьируются в достаточно широких пределах? Казалось бы, Одинцовский район, Подмосковье, это не Дальний Восток, скажем, и там запад, Калининград. Ну, давайте сразу я поставлю. Четко надо определить понятие. В церкви нету цен. Это принципиальнейший подход. Принципиальнейший вопрос. В церкви могут вот предложить, попросить о пожертвовании на содержании храма, на содержании приходского центра и так далее, и так далее. Но, еще раз говорю, это есть пожертвование. Давайте я приведу простые, конкретные примеры, чтобы было более понятно, на городе Одинцово. Есть Георгиевский собор, наверное, и Гребневский храм, в котором, наверняка, которые подразумеваются в этом вопросе. Да, действительно, что в Гребневском храме, что в Георгиевском соборе мы просим прихожанам пожертвовать на засвече, за записки, на трепы. но те, кто ходят в храм, обычно вот этот вопрос задают те, не прихожане, а захожане, которые просто пришли. Вот те, кто приходят в храм, они видят, что в храме крупные висят объявления, что их пропустить невозможно. Сумма указанная является вашей жертвой на содержание того-то, того-то. что малоимущие прихожане могут жертвовать по мере возможности. То есть, образ, просто говоря, как пример простой. Человек пришел подать записку. Потому что у него нет возможности это пожертвовать. Тогда он опускает в кружку деньги, отдает записку. Человеку надо отпеть. У него нет возможности пожертвовать эту сумму. Значит, он тогда в кружку опускает ту сумму, которую он может. И человек отпевает. То же самое с крестинами, прочее, прочее. Исключение есть, да. Предположим, есть литература. Есть утварь, которую мы закупаем у поставщиков. А ведь это все требует деньги. Так? И вот на это разница мы просим пожертвовать. Потому что мы на этот счет живем. Я сейчас просто приведу пример. Может, долго... Батюшка, я просто хотел сказать, что у нас есть еще один звонок. Так что вы сейчас закончите, и мы ответим. Хорошо. При Гребницком храме существует общеобразовательная школа, певческая школа, многочисленные кружки, секция, воскресная школа. Более полутора тысяч человек занимаются при Гребницком храме. Все бесплатно. Содержится это за счет Георгиевского собора и Гребницкого храма. Это зарплаты преподавателям, прочее, прочее. за одно отопление приходится платить более полторы тысячи рублей, 150 тысяч рублей в месяц. Представляете, какие-то суммы. Плюс к этому электричество и так далее, и так далее. И плюс еще зарплаты. Надо же людей содержать. Я думаю, что да, я думаю, что вы ответили достаточно полно на этот вопрос. Я надеюсь, что Надежда получила ответ на свой, на то, что ее интересовало. Ну, а мы давайте выслушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте благоченному ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот вас очень плохо слышно. вы можете отойти от телевизора, может быть, в ряду. Вы остались. Вот я, например, нет, извините, связь прервалась. Sorry, the connection. Ну, я думаю, что телезритель нам перезвонит еще, и мы будем двигаться дальше. Давайте. Вот хотелось бы спросить, у нас как-то так получается, да, что один из величайших действий, Великий пост, предваряется масленицей событием, в принципе, языческим, не имеющим к христианству прямого отношения. И некоторые считают даже, что масленица это такой своеобразный период, когда можно перед постом наесться впрок, и так далее. Вот вообще существование рядом таких двух разных с точки зрения религии событий, как вообще к этому относиться, и вообще как относится к отголоскам нашего языческого, скажем, прошлого церковь? Ну, не совсем бы я согласился с вами. Масляная неделя, масленица, это подготовительная неделя перед Великим постом. Уже та неделя, когда не едят мясо. Едят масло, сыр, блины, почему и слово масленица. Но и действительно, отголоски бывают согласен, языческие, но надо понимать, мне кажется, вот какую вещь. Масленица это период перед Великим постом. Традиционно на Руси в это время люди ходили друг к другу в гости. Почему? Потому что Великий пост это время уединения, самоосмышления, самоанализа, покаяния. А масленица, когда вот можно собраться с близкими, так же и спросить прощения, ну и всегда, когда люди собираются, но ведь всегда же пир, правильно? Это же ведь характерно. Другое дело, если это переходит какие-то разумные границы, но это может быть и в любом явлении. То же самое, когда на Светлой Седмице люди чрезмерно начинают разговляться. Ну, может быть, это характерная особенность у нас, нашего народа. да, у масленица это время веселье, все хорошо, но все хорошо мирно. У меня есть предложение, сейчас мне подсказали, что у нас есть еще один человек на линии, давайте быстро ответим на вопрос, потом у меня еще есть один вопрос из соцсетей, и уже наше время подойдет к концу. Если у нас есть на линии абонент, можно его вывести в студию, представьте, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Светлана, я у меня, во-первых, большое спасибо за вот эти передачи, за разъяснения, которые нам очень-очень нужны. И я хотела бы спросить у Нестора, вот Иисус, Он всегда служил примером нам, да, и мы как бы, читая Библию, мы утверждаемся, на правильном ли мы пути. И вот как бы не очень понятно, когда продажа идет свечей вот в храме, когда мы помним Иисус, Иисус выразил свое мнение, разогнав продающих и покупающих, и сказал, что дом мой домом молитвы навечется. Вот очень хочется услышать, вот как бы вот, как это понимать, вот то, что продаются свечи, отвлекаешься от главного, от молитв. Спасибо, Светлана, за вопрос. Ну, он немножко, мне кажется, с вопросом надежды как-то связан. Нет, нет, совершенно. Это типичный вопрос протестантский. Вот. Дело в том, что действительно есть опасность того, что будет мешать молитвы. не продажа свечей. Вот видите, как вопрос немножко, понятие перевернуто. Есть храмы, у которых есть возможности, они переносят церковную лавку вне храма. Вот, предположим, мы везем их. В Успенском так сделали. Но не везде есть эта возможность. Я думаю, постепенно, мы же вышли после такого большого периода, когда нам просто не давали церкви жить. Чем сказать, богополуческий был. О выживании. Я думаю, постепенно, постепенно этот вопрос решится. Главное, не надо все ломать сразу сгоряча. Главное, на это не отвлекаться. Да, да. Думать, наверное, все-таки не... Тем более, во время важных моментов службы все прекращается. Никто ни свечки не даст ничего. Да, и буквально, да, буквально вот в двух словах такой достаточно, мне кажется, интересный, необычный, может быть, вопрос. Александр его задал через нашу группу в соцсетях. Интересно отношение благочинного к судам против атеистов, популярным нынче в России. Ждать ли в Одинцов процессов по поводу оскорбления религиозных чувств или Александр Николаевич придерживается мнения, что Бог поругаем не бывает. Честно говоря, сначала не понял, о ком это Александр Николаевич, но потом догадался. Ну, вы знаете, сам вопрос, так как он задан, он очень хорошо характеризует автора. Что характерно? Вот это обращение, принципиальное неиспользование церковного обращения ко мне, а вот Александр Николаевич, это характерно было особенно в 20 веке для партийных функционеров, воинствующих безбожников и для сотрудников НКВД. вот для них все. Мы не признаем. Первое. Это сразу говорит, характеризует автор. Второе. Для меня очень странно, что автор должен как-то связывать логику. Мое отношение к судам против атеистов и то самое, как его ждать Леводенцова, или же подхожу по принципу, что Бог по ругаем не бывает. Естественно, Бог по ругаем не бывает. Это любой человек рано или поздно поймет. Но в чем подмена понятий? Противопоставляется юридическое понятие чисто религиозно. Это называется в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Дальше. Мое отношение к судам против атеистов. Знаете, точно такое же отношение, как к судам против верующих. Нарушили закон, значит, надо отвечать. Но вот здесь в этом вопросе как я вижу закрытый. Второй смысл, который фактически говорит о том, что у нас суды преследуют атеистов за то, что они атеисты, а не потому, что они нарушили закон. Я вот, кстати, удивился, прочтя, у нас были какие-то процессы, были какие-то прецеденты на территории Одинцовского района? Нет. Когда кого-то судили в последнее время по религиозному? Дело в том, что есть прецеденты, есть закон об оскорблении религиозных чувств. Вполне все светские, да? Да, совершенно да. Федеральный закон, уголовный кодекс, который применяется. Поэтому здесь как бы получается, что человек говорит о том, что уже априори наши суды подходят к атеистам несправедливо и не так, как к верующим. это немножко все-таки оскорбляет, я думаю, наша юриспруденция. Батюшка, у нас есть еще один звонок, я думаю, что будем двигаться дальше. У нас есть еще один звонок от телезрителей, или мы успеваем на него ответить. Добрый вечер, представьте, пожалуйста, если вы на линии и задавайте ваш вопрос благочинному. Добрый вечер. Меня зовут Сергей, я прихожанин храма Георгия Победоносца. И что хочется сказать, батюшка Днести, вот сейчас я слушаю ваши проповеди, как бы я так могу сказать, что в храме находясь, что находясь сейчас, вот мы вам, я думаю, прихожане, многие, кого я узнаю, благодарны в том, что не самое главное, как вы нам объясняете, какие-то в храме цены, да, они могут быть где-то в том, когда священникам, которых я знаю, прихожу на исповедь, и тоже к разным. Разный священник скажет то слово доброе, тебе так подскажет, и ты выходишь оттуда одухотворенный. У меня даже нет вопроса, я только хочу пожелать вам большого-большого здоровья, также вот на исповеди, вы когда не на исповеди, а после службы нас учите, как быть, как терпеть, как повезти. В общем, низкий вам поклон. Я еще прихожанин был на Соколе, но сейчас мы переехали сюда. Ну, благодарны мы вам, спасибо большое, батюшка Дмитрия. Спасибо за доброе слово. Спасибо. Ну, я вот даже, кстати, обращаясь к одному из известных, сейчас не вспомню, достаточно известное мнение о том, что священники, конечно, бывают разными, священнослужители, бывают сильные, бывают те, кто не умеет, может быть, красиво даже службу вести. Но любой священник, когда он надевает поручни, когда он начинает службу, и приходит Бог. Независимо от того, насколько, насколько он, может быть, умел там в ведении службы и так далее. Еще один вопрос, касающийся поста. Что такое строгий пост? Значит, есть и не очень строгий, или, скажем так, пост лайт, там, как вообще вот к этому относиться, да, и какой пост, скажем так, вот обычному человеку, не слишком воцерковленному, но желающему приобщиться. Вот пост, строгий, не строгий. То, что записано в типиконе, то есть, книге уставной, требования к посту, мы должны понимать, это типикон относит к монахам, живущим в монастыре. Требовать те же самые, налагать те же самые требования на человека, который работает, у которого семья, это бессмысленно. Но здесь очень важно, что человек должен прийти к священнику и посоветоваться. не самовольно решать, вот что я буду делать, а что я не буду делать, а на исповеди, побеседовав со священником. Строгий пост, конечно, вот с чего мы начали, что главным делом обращают внимание, есть ли масло постное, можно ли есть рыбу, эти вопросы надо решать с духовником. Да, есть первая неделя, последняя неделя, когда вот так называется строгий пост, и в том числе строгое ограничение в еде. Но я вот хочу привести простой пример. Вот наступает первая седмица, и будет последняя седмица поста. Принципиально мы отказываемся от всяких мероприятий, пусть даже и хороших, но это будет не время сейчас. Время молиться, поститься и готовиться к величайшему празднику Пасхи. сосредоточенно сосредоточенно быть на богослужении, на том, чтобы очистить себя, на том, чтобы сделать хотя бы один шаг по ступеньке вверх. И вот в связи с наступающим постом хочу всем пожелать сделать сделайте этот шаг по очищению себя, сделайте этот шаг по приближению к Богу. И помните, упали, главное не отчаивайтесь, встали, отряхнулись и дальше идите. И Господь всегда будет вам помогать и протягивать свою руку помощь. Спасибо. С наступающим великим постом и прощенным воскресеньем. Я хотел как раз попросить несколько пастырских слов в укрепление духа тех, кто собирается поститься, но вот вы их как раз и произнесли. Спасибо вам огромное за то, что согласились сегодня прийти к нам в студию, за то, что ответили на вопросы, может быть, не всегда приятные, не всегда простые. Нормально. Спасибо. Вы священники. Спасибо огромное. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи «Об этом стоит узнать» был благочинный церквей Одинцовского округа Архимандрит Нестор. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова